В ходе контрольных мероприятий налоговые органы зачастую выявляют как схемы полного ухода от налогообложения, так и схемы занижения налогооблагаемой базы. Стараясь обойти закон, предприимчивые бизнесмены не включают в нее суммы выручки от продажи активов или намеренно завышают свои расходы. В ходе проведения контрольных мероприятий в отношении одной из организаций города Бреста установлен факт реализации автомобиля супруги-учредителя. По стоимости в 90 раз ниже цены приобретения. Данный автомобиль спустя непродолжительное время был передан в аренду организации, учредителем которой является супруг-покупательница. В процессе проведения проверки доказательно установлено, что основной целью реализации автомобиля по заниженной стоимости, а также последующей передачей данного автомобиля в аренду, являлась неполная уплата налога на прибыль путем завышения затрат, учитываемых при налогообложении прибыли. на сумму арендной платы по автомобилю. Кроме того, установлено, что организации были заключены договоры на выполнение определенного перечня работ с индивидуальным предпринимателем, являющимся одним из учредителем данной организации, в то время как эти работы фактически выполнялись штатными сотрудниками организации. Данный факт привел к необоснованному завышению затрат и неполной уплате налога на прибыль. Подобные факты неправомерной деятельности плательщика, обнаруженные в ходе проверки, не только не останутся без внимания, но и послужат основанием для корректировки налоговой базы или суммы, подлежащего уплате налога. Другими словами, долги государству придется вернуть. Результатом контрольных мероприятий, проведенных в отношении организации, являлась доплата в бюджет налога на прибыль в сумме свыше 59 тысяч белорусских рублей. Но это еще не все. Если в результате необоснованного отнесения расходов в состав затрат и неуплаты налога на прибыль будет причинен ущерб в крупном или особо крупном размере, ответственных лиц может ждать не только материальное возмещение, но и привлечение к уголовной ответственности.